Международный день толерантности Международный день толерантности. Ежегодно отмечается во всем мире 16 ноября. Это число было выбрано не случайно. Именно в этот день, в 1995 году, в резолюции Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята Декларация принципов терпимости и программы действий. В 1996 году Генеральная ассамблея предложила государствам-членам ООН ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвященный терпимости, и приурочивать к нему соответствующие мероприятия. Под терпимостью, толерантностью в Декларации понимается уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Декларация провозглашает признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям, обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Несмотря на то, что Декларация состоит всего из шести статей, ее принятие имеет очень важное значение для всего мирового сообщества. Терпимость – это то, чего сегодня всем нам так не хватает. Ведь так хочется, чтобы в мире царило взаимопонимание и доброжелательное отношение друг к другу, независимо от того, в какой стране мы живем, какой цвет кожи имеем, какое вероисповедание поддерживаем. Толерантность означает возможность другого человека чувствовать себя комфортно в любом принимающем обществе. Например, толерантность к инвалидам – это не только признание их равенства на основе принципов прав человека, но и создание комфортной среды для существования людей с альтернативными потребностями. Толерантность также не означает принятие любых культурных и социальных групп. Любые политические группы, которые исповедуют ненависть, национальную, расовую, легиозную или иную исключительность, не могут быть объектами толерантности. Существует даже лозунг – никакой толерантности – нетолерантности. В связи с этим, одной из задач является не только воспитание толерантности, но и профилактика экстремизма на национальной, расовой, религиозной и иной почве. В Российской Федерации главный документ для широкого определения толерантности – это Конституция. Большое внимание к вопросу толерантности в нашей многонациональной стране не случайно, ведь на территории России проживает около 200 национальностей. Но все они один народ и являются равноправными гражданами. Это означает, что не какая-то отдельно взятая нация, а именно многонациональный народ должен принимать все решения, которые влияют на судьбу нашей страны, ведь от этого зависит ее развитие в целом. Мы связаны друг с другом видимыми и невидимыми нитями, и в наших интересах сделать нашу жизнь счастливой, комфортной, радостной, чтобы последующее поколение не только продолжило наши традиции, но и восхищалось нашим умением творить добро и быть терпимыми друг к другу. В Международный день толерантности каждому следует задуматься о том, что любой человек на планете Земля – это личность, независимо от культурной, расовой и религиозной принадлежности. Уважая других людей, мы прежде всего уважаем себя. Принцип способный изменить мир в лучшую сторону. Именно поэтому он красной нитью протягивается через все праздничные мероприятия, организуемые в Международный день толерантности. Это время напомнить всем о том, что все мы должны оставаться людьми по отношению друг к другу, и пусть не будут помехой нам наши отличия. Ведь не случайно всемирно известный писатель Антуан де Сент-Экзюпери говорил, «Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а напротив одаряю». Его слова – это урок нам, людям, живущим в 21 веке. Очень важно в нашем мире, век прогресса скоростей, быть добрее и терпимее, и открытым для людей. Меньше зла. Добро творите. Без него никак нельзя. Доброту в сердца впустите. Всех вас с праздником, друзья. Толерантным быть несложно. Будем же, друзья, отныне. Мы стараться, как возможно, быть добрее и терпимее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Продолжение следует...